Вот такой вот бросок. Вы бы не попали. Было бы здорово, если попал. Даже с главным тренером краевой команды баскетбол виртуальный. Все ограничения. А вот когда они падут, новый наставник Алтайбаскета Евгений Горев начнет собирать команду после затянувшегося отдыха. И, к сожалению, по-старому уже не собрать. Как бы мне не хотелось сохранить игроков, все равно будут изменения. И опять же, я не знаю ни одной команды, которая в середине сезона или в предсезон не меняла состав вообще. То есть все равно идут корректировки. Еще посмотрят, кто захочет остаться в команде. Но, к примеру, с одним из ключевых игроков Дмитрием Злобиным уже договорились. Он останется. Общая картина состава станет ясна позже. Но вот новый штрих. Решение бывшего тренера использовать только местных игроков пересмотрят. Вы этой тактики тоже придерживаетесь? Или, может, наоборот, Алтай-Баскет для результата полезно было бы закупать игроков, смотреть на стороне? Ну, тут палка о двух концах. Человек я, скажем, местный уже, да, я уже много лета в Барнауле. Мне бы хотелось видеть здесь алтайских парней. Единственное, что их не так много. И для достижения каких-то результатов хороших все равно придется привлекать игроков. По словам нового тренера, вертикаль, по которой талантливые малыши дорастают до профессиональных игроков, в крайне налажено. Так что без легионеров наша дружина не обойдется. Благо, бюджет Алтай-Баскету не только не урезали, но и увеличили. И все же о четких планах на сезон Евгений нам не рассказал. Пока загадывать говорит Рана. Что же, не имея надежд, будем судить по результатам. Кстати, меня Евгений Горев победил. Как говорится, все в конце решается в баскетболе. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.